Всем большой привет! Сегодня мы нарисуем вот такую симпатичную маленькую желтую розу на акварельной хлопковой бумаге. Обычно я рисую серым акварельным карандашом, но в последние дни я его не могу найти. Поэтому я взяла твердый карандаш 3H. Он не очень будет просвечиваться из-под акварели. Соответственно, вот это у меня будет размер бутона. Формат примерно у меня А5, половинка А4. Вот это будет размер бутона. Дальше идет уже стебелек. Вот он такой здесь живой. Не просто как прямая палка, а выгибается вот таким вот образом. Начнем с желтого бутона. Я беру кисточку и кадмий желтый. Буду сразу делать форму акварелью по одному лепестку. Вот кадмий желтый и вот этот крупный лепесток. Получается, у нас розочка не совсем еще распустилась. Вот он не раскрыт. И вот, собственно, делаю форму лепестка. Вот так вот примерно она идет. Одним цветом сейчас пока что. И в этот цвет, такое получилось мокрое пятно, да. Сейчас можно вводить другие. Вот кадмий оранжевый немножечко я возьму. И прям здесь по краю, по краю не получилось. Прям хотела по кончику, по контуру пройти. Наверное, лучше прям нолик взять кисточку для этого дела. Вот. Кадмий лимонный. Просто лимонный вот сюда вот. Ну, в принципе, и что-нибудь охру, да. Что-то такое можно вот смешать желтым. И вот в эту вот часть я добавляю. Немножечко там она немножечко в тени. В принципе, пока лепестки я трогать не буду. Буду ждать пока вот этот подсохнет. Единственное, можно еще раз по кончику пройтись вот оранжевым цветом. У меня лепестки. И аланда. Значит, прям по краю я прохожусь, и краска растекается. Так, сюда, сюда. Так. Там вот здесь тоже, да, пигмент добавляем. Вот сюда. Сейчас желтым тоже можно смешать. И аккуратненько. Вот тут получается лепесточек. Он немножечко подвернут. Так. Я еще выпачиваю бумагу. Сейчас лучше ватным диском сразу это убрать, поскольку пятна потом останутся. Чистой водички. И, значит, здесь вот пигмент потемнее. Да, я беру с палитры. Здесь алый, да. Получается с кадным желтым, с оранжевым. Вот я делаю край, который там немножечко подвернулся. Вот будет такой вот оттеночек иметь. Можно немножечко потемнее даже сделать. И вот таким образом. Вот. Здесь такую фактурку тоже добавим. Пока что пусть подсыхает, да, я начну писать сам стебелек. Для него, кстати, тоже интересно очень видно, да, как тут абсолютно два разных цвета. Вот в этой круглой части, да, и сам стебелек пошел. Он уже такой красный оттеночек имеет. Вот поэтому сейчас беру зеленый цвет. И сделаю сначала, получается, нужно желтого чуть-чуть добавить сюда шарик, да, в такого плана. Так. И вот так. Сейчас здесь поострее, да, можно вот эту вот штуку сделать. Немножечко такой красноватый оттенок. Теперь и ведем стебелек вниз. Так, сюда. Так, я боюсь, что вам краски просто близко. Когда находятся, я постоянно в них влажу. И размазываю полубумаги. Поэтому обычно, когда рисую, их подальше держу. Вот. Зеленый цвет. Я раньше думала, что я буду каждый день рисовать, но периодически события сбивают с толку. Вот. Ну, посмотрим. Пока что я в привычном ритме буду. Дальше посмотрим, может что-то поменять. Вот. Зеленый цвет. Так, немножко потеплее возьму, да. Сейчас еще потеплее. И тонкую кисточку. Берем тонкую кисточку. Сейчас можно потому что потеплее, чуть-чуть здесь. Значит, начну вот отсюда. Здесь получается вот это вот острый листочек, да, зеленый. Тут выпуклая, да, часть. И вот сюда, как бы он крепится тут. Вот. Вот. Можно тут сюда более такую острую сделать. Дальше. Следующий листочек, он идет вот сюда вниз, да. Так. Так. И вот таким вот образом дальше уходит. Здесь. Так, давайте возьму немножко таежную дымку. Так. Так. И вот сюда тоже пигмент взяли. Вытираем вот такую вот часть. Можно еще больше вытереть. Так. Ага. Вот сюда добавляем фигмент. Вот. И здесь. Немножко посветлее. Водичкой разбавила, да, вот эту вот часть. Делаю такую вот светленькую. Ну, она освещена, а на кончик прям можно добавить коричневый, даже такой красноватый пигмент. Такой вот карминовый цвет, к примеру, да. И прямо на кончик. Ну, вот тут еле заметно получилось. Все. Вот. Беру следующий пигмент. Немножко таежную дымку, да. Можете сюда же добавить. И вот таким вот образом продолжаю веточку. Кончик потом ей тоже делаем потемнее. Вот таким вот образом. И сюда немножечко желтого. Так. Здесь пока подсыхает. Я сюда влазить не хочу. Можно вот наметить, где будет располагательность, крупные листочки. Я для них тоже подберу цвет. Так, зеленый. Можно пока по половинке листочек тоже будет сделать. То, что там одна половина лучше священа, чем вторая. Они немножко как бы подгибаются. Вот здесь, например, будет первый листочек. Он еще с резьбой такой небольшой. То есть по ходу, да. Он входит вот сюда. Листик. Кончик листика заворачивается. Вот. Следующий лист вот сюда вот идет, да. То есть подворачивается. Вот такого плана. Вот. Закрасим. Дальше потеплее чуть-чуть можно сделать пигмент. Вот. Так. Так. И вот он как бы туда крепится. О, смотри, листочки. Единственное, сейчас можно растись тонкой кисточкой, да, по кончику листочков. Вот такой вот таежной дымкой, да. Здесь получается контур. Слишком много пигмента, да. Вот. Поменьше желательно. Вот этот острый подворачивается. Хвостик и вот такие вот зубцы на листочке, да. И то же самое здесь можно тоже. Здесь они даже такой красноватый оттенок имеют. вот такой фиолетовый оттенок. Слегка цвет получился. Вот. Вот здесь тоже можно пройтись. Немножко. Вот светлый цвет. И крепим их на вот эту вот общую веточку. Так. Дальше опять-таки там идет листик вот отсюда же. но он имеет уже поменьше форму вот такого плана. Вот так. Дальше можно немножко, если опуститься вниз, здесь, да, тоже виднеются листочки, но уже небольшие вот. С одной и с другой стороны. Маленькие. Сейчас я их тоже напишу. Не забывайте подписываться на YouTube. Также можете вступать в группу ВКонтакте и в Telegram и туда присылать свои рисунки. Вот. Аккуратно сюда добавлю. Везде я называюсь Artverisk. Ну, мой канал. Так. И здесь вот. Здесь тоже можно сделать такой фрагмент выпуклого листочка. Вот. И по контуру, да, тут немножечко пройтись. Есть вот такие зазубрины. Острые. Острые. Так. Ну, здесь просто потемнее, да, можно сделать пусть. Так. И карминовый цвет. Сейчас я возьму. Можно даже побольше взять фигмента. Сейчас еще больше фигмента. по кончику листочка, да, и вот пришлось. Ну, как бы так получилось. Здесь можно сразу контур тоже немножко потемнее сделать. Я подсушу феном, да. чтобы как бы не размазать, но в то же время начать дальше писать розочку. Давайте продолжим. Так. Желтый цвет давайте возьмем. Так. Можно взять кисточку. Еще взять желтый цвет на кисть. Такой более насыщенный. Сейчас можно погуще, да, чуть-чуть взять. И вторую половинку, да, она вот так вот у нас будет идти. Здесь, получается, тоже выпуклая часть. Она вот уходит. Вот. Таким вот образом. Тут контур хочется сохранить. Вот этот красивый, да. И вот так вот лепесток уходит. Здесь такой белый треугольник я оставляю. Вот. Вот. Естественно, тут более выпуклую с левой стороны. Потому что я переборщила. Сейчас выпуклость. Вот. И тут все то же самое. Сейчас тоненькой кисточкой по кончику я вот пройдусь оранжевым цветом, да. Поярче. Сейчас такую более тонкую линию тоже можно сделать. Вот алый цвет. И аккуратненько. Тоненький вот такой вот контур. Так. И теперь можно тоже немножечко убрать вот лишний пигмент вот отсюда. Сейчас. Сейчас. Вот собрать и здесь, и здесь. Так. А справа давайте потемнее еще сделаем. вот таким вот образом. Только лучше не коричневое, а красное пятно, чтобы получалось. здесь. Вот. Вот такой вот объект. Так. Так. И алый цвет. Сейчас я возьму. Вот сюда. Так. Так. Здесь будет тень от листочка, да. вот от этого. Вот. И вот этот контур, где пропал, можно тоже подчеркнуть немножечко. на листочке. Плюс фактуру тоже можно сделать. вот аккуратно, с помощью разного нажима, да. Вот я делаю полосочки. То есть такая вот фактурка на листике. Вот. Это пятно можно тоже поярче. Ну, здесь просто такой окрас у лепестка. И плюс сам лепесток, он подгибается. Начинается вот туда. Вот здесь тоже еще можно поярче сделать эту вот линию. Ну, надо как бы сейчас еще просядет просто. Потом сейчас я возьму таежную дымку на кончик кисточки. И здесь, например, вот под бутоном тоже можно сделать тень. Сбоку, во-первых, тень. На вот этой вот форме. Аккуратненько. И на каждом вот, на каждом листочке, да, тоже тень можно сделать. Побольше возьмите. Таежные дымки. Слишком мало пигментового, пусть и не видно. Здесь, здесь можно какие-то вот мелкие, да, тут всякие штуки тоже начать приписывать. То есть на кончике, например. Такую вот точку потемнее, да. В общем, такую интересную сейчас работу проделана. С мелкими детальками. Вот. Тоненькой кисточкой, да, получается. Вот здесь вот такие еще, как по бокам. Что-то я здесь намудрила. Слишком много линий сделала. Не колючки, да, но волокна, да. И, кстати, их можно делать акварельными карандашами. Хорошо нужно заточить акварельный карандаш. И, ну, чтоб таким тонкие линии получалось. У нас такой ветер сегодня, как будто уруган собирается быть. Вот. Такая штука, да, получается. Вот сейчас еще тут потемнее. Сейчас с красным смешаем. И вниз вот идет. Теперь вот эта вот веточка, да, получается на ней тень. А, сейчас вторые части вот листочков тоже надо сделать. Вот. Сейчас можно прищуриться, да, и посмотреть. Вот эту вот половинку я немножко хочу посветлее сделать листочком. Сейчас сделаем вот такую вот форму, получается. Вот. Линию я оставляю не закрашенной, да, немножко тоже зазубренной. Такие вот. Сейчас вот кончиком кисточки можно вот карминовый, что-нибудь такое достаточно густое взять. И вот, лучше, наверное, фиолетовый даже можно взять. Вот сюда вот пройтись. Так, так. Так. Вот здесь. Вот. Такой листочек. И желтым, да, посередине сделать. Сейчас смешать вот эти два пигмента. Пройтись желтым цветом. Что-то среднее такое. Вот. Вот. Теперь вторую половинку листочка давайте тоже сделаем. Вот. Здесь. Так. Так. Половинка листочка. И тоже такой тонкий контур. Так. Сейчас немножко фигмента я добавляю сюда. Да. Вот. Дальше. Вот сюда листочек добавляю. Ой, я не с той стороны. Хотя. Ну ладно. Немножко напутала я уже начала спешить. Пока. Оставлю так. И здесь вот внутреннюю тоже надо делать, наверное. или просто потемнее там сделать. Ладно. Вот здесь так. Вот. Опять-таки. Вот саму веточку, да, можно тут тоже сделать. Очень зелено. Вот от нее идут листочки вот эти вот. Туда. И вот здесь веточка тоже идет. Таким вот образом. Там дополнительные листья. Ну, в принципе, ладно. Сейчас тоже можно там сделать. Но посветлее просто таежной дымкой. Наверное, посушу феном, чтобы ничего не потекло. И как пятна просто сделаю вот эти темные листья. Так. Дальше. Пока листья не буду трогать, возьму, значит, оранжевый. Тут смешаю на палитре. Ну, в принципе, что-то такое похоже. Можно с розовым, да, смешать. И внутри здесь уже написать такой нижний листочек. Вот он туда уходит. И от него плавный переход в желтый. Сделать сейчас. Немножечко желтого пигмента возьму. И аккуратно вот опущу вниз вот сюда. Теперь еще оранжевого чистого добавлю. Что-нибудь. Сюда. Так. Сюда. 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 Немножечко. Вот. Теперь лимонный. Можно желтым тоже смешать. И закрасить аккуратненько. Ну, водичку добавить. Вот эту вот часть внутри. Сейчас больше пигмента мне хочется добавить сюда. Вот. Сейчас оранжевый. Вот. Вот. Собственно так. И. Так. Так. Сейчас возьмем зеленый цвет. Вот. Половинку. Листочка. Ну, где-то, короче, я хочу добавить контраст побольше. Сюда. Сюда. Потом аккуратно сделать на фоне с помощью таежной дымки опять-таки вот листочки. Тут достаточно крупные. Есть на переднем плане. Вот, например, отсюда идет лист. Вот. Просто я его сделала таким одним пятном. Вот. Он будет так вот. И достаточно крупный он просто. Вот. Вот. Закрашу. И теперь, значит, тоненькой кисточкой пройдюсь по контуру. Аккуратно. Вот. Сюда. Вот. Сюда. Сюда. И. Так. Сейчас еще хочу вот здесь добавить тоже листочек. вот с такого плана. Такой. Так. Так. Давайте мне тоже взять можно немножко пигмент. вот сюда. Сюда. Опять я размазывал. Ну, аккуратненько ватным диском, да, если он влажный, убрать. Потом по вот этой веточке основной еще вот пройдусь. Теневую часть, да, что я делала. Вот. Ну, и в принципе сейчас мелкой кисточкой можно добавить кое-где деталей. Здесь, например, немножечко поярче, да, можно пройтись. Слишком пропал вот лепесточек. Хочется добавить немножечко пигмент. Вот здесь, вот здесь вот он загнулся, да, вот здесь объема не хватает. Я сейчас просто аккуратненько доработаю мелкие детали тоненькой кисточкой. Луточка вышла. Немножко мелких деталей я добавила все-таки. На этом у меня все. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok